Солнечным днём в четверг у школы номер 15 собралась целая толпа. Люди пришли с цветами на торжественный митинг в честь открытия мемориальной доски. Удостоить такой чести увековечения памяти решили бывшего директора школы Галину Малинашевскую. Здесь она проработала 58 лет, 34 из которых была директором. Она проработала громадное количество лет. Я, когда пришла в школу, она была ещё заучим по учебной работе, потом стала директором школы. То есть эта школа – это её дом, то есть иначе сказать нельзя. То есть у неё день начинался рабочий с обхода, когда она шла и смотрела своё хозяйство. И точно так же вот это действительно был её дом. То есть она жила им. Галину Дмитриевну ценили за трудолюбие, преданность идеалам и справедливость, в которой никто не мог усомниться. В адрес бывшего директора школы звучало много тёплых слов. К сожалению, лично их услышать она не могла. Жизнь прекрасного педагога прервалась ещё в 2016 году. Но человек жив, пока жива память о нём. Поэтому, чтобы воспитать и в молодом поколении уважение, в школе прошли тематические уроки, на которых ученики прочитали доклады о работе Галины Дмитриевны. Мы положили начало новой традиции, не только для школы, а для жителей всего микрорайона. Проводить уроки памяти в эти ноябрьские дни. Проводить уроки памяти на день рождения Галины Дмитриевны, на, возможно, 8 марта, Международный женский день. Галину Малинашевскую в школе до сих пор считают образцом директора. На неё равняются, её ставят в пример. Поэтому на открытии мемориальной доски собралось так много людей. Здесь и бывшие выпускники, и коллеги, и просто знакомые. На памятном знаке так и написали «Человек-легенда». Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.